Всем привет! Ты смотришь Универньюз. Сегодня с тобой я, Аделя Шамилова. Начинаем наш выпуск. Сердечно-сосудистые заболевания до сих пор остаются наиболее частой причиной смерти не только в нашей стране, но и во всем мире. Институт геологии посетили представители компании ПАО «Аренбургнефть». Как совместить пользу и химию? И что скрывают от нас красочные упаковки? Сердечно-сосудистые заболевания до сих пор остаются наиболее частой причиной смерти не только в нашей стране, но и во всем мире. Одним из способов решить эту задачу является проведение операции на сердце. В университетской клинике Казань начали проводить операции на открытом сердце, аортокоронарное шунтирование. Операция заключается в том, что используя собственные сосуды пациента, проводятся дополнительные пути для кровоснабжения сердечной мышцы в обходах суженных или закрытых участков. Впервые же проведенная операция на открытом сердце была выполнена на работающем сердце без использования аппарата искусственного кровообращения. Что требует определенной сноровки, опыта от оперирующих хирургов, но является более легким вариантом операции для самого пациента, поскольку меньше разрушаются факторы свертывания крови, форменные элементы крови. Технически эта операция считается более высокого уровня, чем оперативные вмешательства, проводимые в условиях искусственного кровообращения. Нельзя сказать, что количество операций, которые требуются на население Республики Татарстан, адекватно требованиям, которые были сформулированы Всемирной организацией здравоохранения. Поэтому открытие второго в Казани центра, занимающегося кардиохирургическими вмешательствами, в общем-то обосновано и вполне вписывается в ту дорожную карту, которая была принята Казанским федеральным университетом. С 90-х годов на базе городской клинической больницы номер 6 существовал Казанский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Медведева. Здесь выросла большая плеяда кардиохирургов, которые сегодня составляют золотой фонд профессионалов в этой области, не только в татарстанских клиниках, но и в России. В том числе отсюда растут корни и детской кардиохирургии, которая развернулась в ДРКБ в настоящее время. В 2016 году больница вошла в состав университетской клиники Казань. Мы будем иметь свою специфику по выполнению операции. Основное внимание мы хотим обратить на лечение нарушения ритма сердца, на выполнение операций в условиях мини-доступов, то есть это мини-инвазивная кардиохирургия. В рамках оказания высококвалифицированной медицинской помощи подобные операции по квотам Российской Федерации и Республики Татарстана в университетской клинике Казань проводятся бесплатно. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универньюс. Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета посетили представители компании ПАО «Аренбургнефть». Как это было, ты увидишь далее. 7 июня Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета посетили представители компании «Аренбургнефть», которые относятся к подразделению «Роснефть». Мы стараемся сделать цикл от профориентации наших абитуриентов, будущих студентов, и также все это сделать единым циклом с поиском для них рабочих мест, то есть показать им возможности компании эти газового сектора в сфере трудоустройства. Основная цель данного мероприятия заключается в том, чтобы будущие специалисты могли найти уже сейчас компанию, в которой они хотели бы пройти практику или же в дальнейшем будущем работать. Стоит отметить, что это не первое подобное мероприятие. Со студентами ранее уже пообщались представители крупных нефтяных компаний. Мы широко используем такие средства проведения мероприятий, как дистанционные формы. Дело в том, что не все представители компании могут приехать к нам, но практически все могут выбрать время, чтобы пообщаться с нами по видеосвязи. Такие встречи были организованы с представителями компаний не только российских, но в том числе и зарубежных компаний. Представители компании «Оренбургнефть» в этот день рассказали о работе трех блоков на базе их предприятия, а также познакомили студентов с условиями, которые они могут им предоставить. Диана Шилова, Леонид Влесяров, Универ Ньюс. Одни ученые считают, что пищевые добавки являются виновниками всех болезней человека, а другие убеждены, что они безвредны. Данная тема всегда вызывает бесконечные споры и дискуссии. Нашей съемочной группе удалось выяснить, как совместить в пользу и химию, являются ли продукты без добавления ГМО-мифом и что скрывают от нас красочные упаковки. Подробности далее. В настоящее время пищевую промышленность просто невозможно представить без химии. Пищевые добавки обозначаются индексом Е и трехзначной цифрой. Именно они вызывают у многих тревогу. Миф о том, что Е это страшно вредно, попытался развеять в ходе своих исследований Аркадий Курамшин, доцент химического института имени Бутлера ВКФУ. Пищевые добавки и консерванты появились практически одновременно с человечеством. Породила их потребность сохранять пищу как можно дольше. Соль, уксус, перец, специи давно стали необходимой частью нашей жизни. Поэтому надпись на упаковке «Не содержит консервантов» вызывает у исследователя оправданный скептицизм. Иногда, конечно, у нас бабушки стоят на рынках, на перекрестках, продают маринованные огурцы без консервантов или маринованные помидоры. Но бабушки не понимают, что соль, уксус, который они используют, или лимонную тислоту у каждой бабушки, свои рецепты маринования, это и есть консерванты. Немало важно и то, что пищевые добавки в России регламентируются ГОСТом. В нем проводится четкое определение пищевой добавки. Представители здорового образа жизни часто говорят о пользе овощей и фруктов и других натуральных продуктов, но, как показывает практика, по добавкам они отнюдь не полезнее той же самой колбасы. Например, ГОСТовское содержание красителя в 50 килограммах колбасы сравнимо с содержанием этой же добавки в одном килограмме щавеля или петрушки. К тому же в колбасу их добавляют исключительно намеренно и в определенной дозе. А зелень, помимо всего прочего, усваивает из почвы азот в виде нитратов и нитритов. Если мы возьмем самую чистую, экологически чистую территорию, не сгрязненную, где растет та же самая брусника, наберем оттуда брусники и измерим там содержание бензоатонатрия, мы получим содержание очень близкое к тому, если даже не большее, чем это требуется по правилам Санфиннадзоров, по правилам надзоров за пищевую промышленность при добавлении этого же бензоатонатрия в пищу. По словам исследователя, нитраты не представляют вреда, в отличие от производных от них нитритов. Можно ли утверждать, что колбаса с красителями и нитратом натрия полезнее щавеля и руколы? И на этот вопрос постарался ответить казанский химик. При этом, поскольку если в колбасу-то есть нормы добавления, то в растениях нитрат и нитрит в период рост, в период вызревания копятся довольно сильно, для того же, одна из форм использования энергии растений. И иногда можно отравиться нитратами, нитритами, и просто потребляя обычную там капусту или огурец грядки, даже если не поливали специально нитратными удобрениями, а там это наше органическое земледелие. Остается лишь добавить, что с наступлением весны организм каждого из нас испытывает дефицит различных витаминов. И, несмотря на свой страх перед неизведанным словом «химия», все же необходимо добавить в свой рацион много овощей и фруктов и мясные продукты, как основной источник белка и железа. Приобретать мясные продукты с индексом Е в магазинах можно смело, ведь введение данного комплекса добавок в продукт имеет одну цель – не просто сохранить, а улучшить его качество. Адель Шамилова, Андрей Багудинов, Универньюз. С 8 по 12 июня 2017 года в Казани пройдет 12-й международный симпозиум «Computer Science in Russia-2017» – одно из престижнейших мероприятий в России, посвященное развитию и применению компьютерных наук. Организатором симпозиума в этом году выступает Казанский федеральный университет при поддержке Европейской ассоциации теоретической информатики. Подробности смотри далее. С 8 по 12 июня 2017 года в Казани пройдет 12-й международный симпозиум «Computer Science in Russia-2017». Международный симпозиум впервые состоялся в 2006 году в Москве и был задуман как российский аналог ведущих международных конференций. Формат конференции такой. Ведущие ученые дают лекции и читают лекции, так называемые «invited» лекции. Это специалисты в своей области каждый. Вот таких у нас 6 человек. С завтрашнего начинается такая работа. И доклады, которые уже прошли конкурс на отбор программного комитета. Сегодня на этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях и будьте в курсе всех последних событий. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok